Итак, Кристина, я прочитал Вашу историю, Ваше сообщение, и вот, в принципе, что я могу Вам сказать по этому поводу. Пожалуй, начнем мы с Вами разбирать то, что Вы написали, прямо вот по порядку. Значит, Вы встречались с молодым человеком в 8 лет. Конечно, Вы не написали, сколько Вам сейчас лет, но я думаю, что в 8 лет срок большой. Вы с ним встречались в 8 лет. За этот период мужчина, как я понял, не предлагал Вам выйти за него замуж, не предлагал создать семью, даже не совсем понятно, живете вместе, но тем не менее. Определенно, вот на каком-то этапе, еще до того, как Вы от него ушли, Ваши отношения, они перестали развиваться. То есть, вообще, обычно людям достаточно, ну, год, ну, минимум, может быть, 2 года, чтобы понять, твой это человек или нет, чтобы потом уже все-таки скрепить отношения у замы брака. У Вас это не случилось, у Вас это не произошло, и, судя по всему, на льду были какие-то основания. Далее, Вы уходите, потому что у Вас стропали все чувства, и уходите Вы ради того, чтобы он не мучился. В принципе, решение, конечно, довольно-таки врослое, решение довольно-таки ответственное, правильное, но, понимаете, Вы как бы за него решили, чтобы он не мучился. Непонятно, спросили Вы его об этом или нет, но, скорее всего, нет, раз Вы уже-таки ушли. Может быть, и не хотел Вас стрелять. И мужчина, он действительно воспринял то, что Вы ушли, как предательство. Вы не пишите, сколько времени у Вас было перерыв, но Вы сказали, что чувства вернулись практически сразу. Тем не менее, несмотря на то, что Ваши чувства вернулись, Вы общались с другими мужчинами. Значит, Вас в Вашем молодом человеке что-то не устраивало, что Вы пытались восполнить в другом парне, но ничего не вышло. И когда ничего не вышло у Вас, то, естественно, Вы представили перед Вашим молодым человеком, как девушка, которая его бросила, которая пыталась общаться с другим парнем, но у него ничего не вышло и решила вернуться к нему. Ваш мужчина обвиняет Вас в том, что Вы полгода, ну, по сути дела, полгода Вы общались с другим парнем, для него это измена. И он постоянно оглядывается на прошлое. И вот то, что Вы его предали, по его мнению, для него является, ну, как бы сказать, основой для того, чтобы теперь к Вам ничего не чувствовать. Возможно, он не хочет Вам доверять, возможно, он не хочет, чтобы Вы его бросили опять, еще раз. Возможно, он сам боится, что его чувства вновь будут обмануты Вами именно из-за того, что Вы опять уйдете. И он уже не хочет быть от Вас зависимым, он уже не хочет к Вам привязываться, и из-за этого ведет себя холодно, оглядывается на прошлое. А Вы знаете, главная самая ошибка, которую Вы допускаете в своем поведении, это то, что Вы, во-первых, ради мужчины делаете всего, даже то, что Вы раньше не делали. И второе, это то, что Вы хотите вернуть прежний пыл. Прежнего пыла уже не будет, потому что, отчасти, то, что у Вас было до этого, именуется страстью, именуется, ну, определенными отношениями. Когда Вы от него ушли, Вы запустили другой этап этих отношений. И теперь, в этом этапе, новом этапе отношений, мужчине уже сложно относиться к Вам так, как он относился раньше. Да и Вы сами, наверное, вряд ли, вряд ли Вы и сами являетесь той, кем Вы были раньше. Ведь все-таки Вы от него уходили, и это не могло Вас не изменить. А раз так, то в первую очередь стоит отказаться от того, чтобы вернуть то, что было раньше. Этого сделать нельзя. Нужно идти вперед и строить новые отношения. Идти вперед и строить то, что может обеспечить Вам будущее. Будущее, а не прошлое. Получается, что и мужчина оглядывается в прошлое, и Вы. Вы также оглядываетесь в прошлое. И два человека, получается, смотрят назад, смотрят в то время, когда, в то время точнее, которое прошло, и из-за этого возникают проблемы. Давайте подумаем так. Мужчина постоянно оглядывается на прошлое и попрекает Вас тем, что Вы его предали. Является ли это предательством? Является ли это предательством? Вы знаете, вообще-то говоря, с объективной точки зрения предательством это не является, потому что Вы поступили верно. Раз у Вас чувств к мужчине не было, то, соответственно, зачем Вам нужно было и возвращаться, быть с ним, если не было чувств. Но, с другой стороны, Вы ушли не особо, как я понял, интересуясь мнением молодого человека, а относительно своего решения. И, простите, эта фальша не является сколько-нибудь правильным и верным. Пожалуй, первое, что Вам нужно сделать во всей этой ситуации, это выяснить причины недовольства мужчины. Вы говорите, что у него нет к Вам чувств. Вы говорите, что он охладел к Вам. В принципе, это не более чем, по Вашему описанию, не более чем защитная реакция. Потому что, раз молодой человек по-прежнему смотрит в прошлое, значит, там его что-то задевает. А раз его там что-то задевает, значит, он, по всей вероятности, неравнодушен к Вам. И вот здесь первый ключевой момент, о котором нужно сказать. Это момент полного проговаривания его недовольства. Что именно его задело в Вашем поведении, что именно его раздражает, что именно вызывает у него наиболее негативные эмоции, это нужно ему выразить. Он постоянно оглядывается в прошлое именно потому, что эти эмоции не пережиты до конца, не проговорены до конца. И Вам нужно, как угодно, то есть, может быть, специально разговаривать на эту тему, специально выражать свое мнение, специально поднимать разоразом этот разговор. Но чтобы мужчина выразил все свое недовольство. Чем именно? Ну, общались Вы полгода с другим парнем. Изменяли Вы ему или нет? Вот в чем вопрос. Если Вы ему не изменяли, то есть, если Вы с другим парнем не спали, то предательства формально не было. Конечно. Но если Вам мужчина не верит, вот не верит, что Вы не изменяли, то это отсутствие доверия. И отсутствие доверия, оно никак не связано здесь с тем, что Вы ушли. Вы могли уйти, потому что у Вас нет чувств, и Вы уходили не к кому-то, как я понял, Вы уходили просто. И раз Вы ушли от мужчины, раз у Вас нет к этому чувств, значит, Вы, в принципе, имеете право общаться с другими мужчинами. Да, Вы, если бы с ним переспали, получается, что Вы бы ему изменили, а вернулись потом к нему. Это было бы неприятно. Но, понимаете, это очень важный момент. Доверяет Вам мужчина или нет? Если Вы тому парнем за полгода, как бы, ну, стали с кем-то больше, чем просто девочку, то есть Вы переспали. Да, конечно, молодой человек у Вас уже имеет право считать это предательством, и в таком случае, опять-таки, нужно это проговаривать. То есть, нужно постоянно говорить ему о том, что это была ошибка, постоянно говорить о том, что Вы жалеете об этом, что Вы не думали, что так правильно. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. До тех пор, пока мужчину Вы не убедите здесь раз за разом, раз за разом в том, что это была ошибка, вряд ли он перестанет, когда рвется на прошлое. То есть, нужно понять, что больше всего его задевает. Смотрите, задевает ли его больше то, что Вы общались с другими мужчинами? Задевает ли его больше то, что Вы ушли? Задевает ли его больше то, что Вы, например, отпичите здесь, что Ваши чувства вернулись сразу, но Вы вернулись к мужчине только через полгода. То есть, нужно понять, что больше всего разращает Вашего мужчину и почему. И вот это с ним проговаривать. То есть, раз за разом говорите, не говорите, говорите, говорите. Эмоции нужно выражать, и мужчина может не в силах быть, выразить их за один раз. Бывает так, что одного раза мало, и двух, и трех тоже бывает мало. Что поделать, но нужно разговаривать, потому что, чтобы я Вам не сказал, отношение мужчины к Вам от того, что я Вам скажу, не изменится. Нужно найти корень его разращения и понять, что же, собственно, его напрягает. Далее, если мужчина, вот, обвиняет Вас, например, в том, что Вы общались с другим парнем, и Вы откровенно видите, что он, как бы, сравнивает себя с ним, потому что он говорит, вот, я для тебя, там, да, в течение, сколько там, семи, нет, шести с половиной лет делал все, а ты вот ушла, и с другим мужчиной начала обижаться, там, он для тебя лучше, что-то теперь со мной делаешь и так далее. Если мужчина говорит так, значит, он себе снивает, значит, он не уверен в себе, он ревнует. Ревность – это разрушительное, деструктивное, эгоистичное чувство. И оно происходит именно из-за потребности человека, в данном случае, вашего мужчины, в том, чтобы Вы были с ним, чтобы вот Вы только его и никому больше не принадлежите. И эта ревность, она, на самом деле, направлена на него, на мужчину, не на Вас. Это чувство, которое направлено на самого человека, на его защиту. И с ней, с этой ревностью, Вам никак не справится. То есть, что бы Вы ни говорили, мужчина все равно будет ревновать, именно потому, что он в себе не уверен, он в чем-то не уверен в себе. Тогда Вам предстоит самой, как, ну вот, да, что Вы обратились ко мне, значит, Вам, на Вас вложится нагрузка основная по налаживанию того, что можно наладить. Вам предстоит узнать, увидеть, почувствовать, ощутить, в чем именно мужчина не уверен в себе. В чем он больше всего сомневается? Нужно найти его, его вот эту вот сторону, слабую, в которой для него являются большие болезни. Ну, например, например, вот давайте, скажем, так, вот такую ситуацию представим, что Вы очень любите, скажем, кататься на качелях. Ну, вот самый такой элементарный пример, чтобы Вам было понятно, что я говорю. Вы любите кататься на качелях, и мужчина Ваш, тот парень, которым Вы встречались в 8 лет, мы давим его молодой человек 1, после которого Вы плотно общались с полгода, будет молодой человек 2. Так вот, молодой человек 1 не давал Вам возможности качаться на качелях, он Вам запрещал это. И, собственно, это была его вот такая слабая сторона. Когда Вы начали общаться с молодым человеком 2, молодой человек 2 давал Вам такую возможность, и Вы качались с ним на качелях. Интересно, молодой человек 1 видит, что Вы ударили его в самое больное место, то есть в его слабость. Он именно это воспринимает как, ну, наиболее яркую точку раздражения. И Вам нужно, отыскав этот момент, посрать его куперов. То есть нужно убеждать его в том, что Вы поняли, что качаться на качелях это ужасно, страшно, это вообще не Ваше, что Вы больше никогда не будете этого делать, ну и так далее. Чтобы эта слабость для мужчины превратилась в силу. Чтобы эта слабость пристала быть таковой. Чтобы она стала положительным моментом для мужчины и как он увидел бы для Вас. Это был следующий момент. Далее. Далее, после того, как мы, я надеюсь, разобрали более-менее то, что Ваш, молодой человек, вся наглядывается в прошлое. Я надеюсь, Вам понятно теперь, как сейчас эту проблему. Вы пишите дальше, что Вы изменились ради него и все ради него делается. Следующая Ваша большая ошибка. Почему? Попробую объяснить. Дело в том, что раз Вы изменились ради него, то Вы, по сути, подстроились под него. По сути, Вы стали той женщиной, тем человеком, который был нужен Вашему мужчине. Парадокс заключается в том, и этого Вы, наверное, не знаете. Парадокс заключается в том, что чем больше мы становимся похожими на тех, кто нужен нашим любимым людям, то есть чем больше мы пытаемся соответствовать образу нужного человека, любимому, тем больше мы теряем интерес, чем сильнее мы теряем интерес со стороны любимого человека к себе. Иначе говоря, когда Вы начали ради него меняться и ради него все делать, Вы запустили механизм потерю интереса к Вам. Потому что мужчина перестал видеть в нас самобытность. Отношения, любые отношения, это как и абсолютно все, что делает человек, сопряжено с развитием, с поиском компромиссов, с выявлением каких-то моментов, с ростом, с прогрессом. А когда Вы, по сути дела, говорите мужчине, что вот я полностью та, кто тебе нужен, Мужчина как бы видит в Вас свое отражение. Он видит отражение всего того, что ему нужно в девушке. И Вы теряете свою самобытность, а значит теряете свою привлекательность, значит мужчина понимает, что вас, ему вас завоевывать больше не надо. Мужчина видит, что Вы готовы для него на все, и это снижает интерес с его стороны к Вам. Вот такой вот бородокс. И самое главное, самое главное в этой ситуации заключается в том, что Вы начали так себя вести именно после того, как от него вы шли. То есть раньше, до того, как Вы от него уходили, Вы, судя по всему, так не поступали. То есть Вы не старались измениться ради него настолько сильно. Вы не делали ради него всего того, что делаете сейчас. Прошу прощения, если я ошибаюсь, но из Вашего сообщения выглядит это именно так. Раньше, когда Вы были с молодым человеком, то есть с твоим молодым человеком, Вы не делали всего того, что делаете в виде джаз. И мужчина, как это не парадоксально, мужчины воспринимают то, что Вы сейчас делаете, как, ну, я надеюсь, несложно догадаться, как поступки, или я бы сказал, поведение, виноватного в себе человека. То есть мужчина, как бы, представляет Вас виноватым. И самое главное, что, по его мнению, Вы сами считаете себя виноватым. А раз Вы считаете себя виноватым, значит Вы, ну, по сути дела, действительно Его предали. Вы действительно считаете, что Вы Его предали. Вы действительно полагаете, что Вы завершили что-то плохое. И поэтому пытаетесь как-то в его глазах реабилитировать. И это еще больше заставляет мужчину раздражаться от того, в чем он Вас обвиняет. Ведь если бы Вы вели себя, как ни в чем не виноватый человек, если бы Вы вели себя так же, как раньше, не жертвовали собой ради него, не делали бы для него все, что угодно, и не менялись бы ради него, то мужчина бы видел, что Вы сами не чувствуете своей вины, а значит это бы давало ему почву для сомнения в том, справедливо ли его обвинение по отношению к Вам. Но раз Вы ведете себя как виноватым человеку, значит и мужчина продолжает считать Вас виноватым в том, что произошло. И именно поэтому Вы вредите себе, вредите своим отношениям, когда меняетесь ради него и когда делаете ради него все. Я понимаю, почему Вы так поступаете. Вы поступаете так потому, что Вам страшно, что чувство к нему не вернутся. Но они не вернутся, пока он не будет Вас уважать. Любовь без уважения невозможна. Любовь без того, чтобы дорожить человеком, дорожить своей любимой невозможно. А чтобы уважать и дрожить человеком, нужно, чтобы он был самобычным. Нужно, чтобы он защищал свои интересы и нужно, чтобы он думал о себе. Чтобы у него было личное пространство, в которое человек пускал бы другого, поскольку Вы же своим личным пространством целиком и полностью жертвуете ради своего мужчины. Это делать не нужно. Соответственно, второй пункт, основной пункт, это возвращение к той модели поведения, которая была у Вас до Вашего ухода. То есть, Вы стараетесь свести себя так же, не делать того, что Вы делаете нового, и стараетесь больше думать о себе. То есть, да, Вы вернулись, да, Вы поняли, что молодой человек один и Вам дорог, но Вы не собираетесь лебедить, не собираетесь унижаться, не собираетесь прыгать вокруг него, стремясь удовлетворить его любое желание. Еще раз, это обесценивает Вас. И если Вы хотите сохранить отношения, то нужно вновь набивать себе цену, вновь повышать свою самооценку, вновь повышать свою самолюбие. Как? Ну, в первую очередь, реабилитации того, что мы сейчас уступили. И еще раз, чтобы было немножко понятнее, чтобы, точнее, Вы поняли, что это важно. Когда Вы изменяете ради мужчины полностью и делаете все ради него, то Вы соответствуете тому образу женщины, которая есть у человека практически полностью, а это значит, что мужчина Вас видит в себя, ему это неприятно. Ну, про остальное я сказал. Теперь дальше. Следующий важный момент, о котором Вам тоже нужно подумать. Вам страшно повозить, что чувство не вернуется. Вам страшно. Хорошо. Предположим, чувство не вернуется. Что будет? Что Вы потеряете? Что произойдет? Какие негативные последствия с Вами будут? И почему Вы так их боитесь? Вы говорите, опустить я его не смогу, я не такая сильная, как он. Значит, Вы в нем нуждаетесь. И Ваша нужда в нем, она имеет под собой какие-то личные желания. То есть, через него Вы получаете что-то для себя, и вот это Вы теряете в том случае, если Вы оказываетесь без него. Нужно выделить эти желания, то, что Вы получаете через мужчин. Выделить их и... И, по сути дела, удовлетворять самостоятельно. И вот, когда Вы будете удовлетворять самостоятельно твои желания, которые Вы осуществляете пока через мужчину, Вы станете независимой. Вы станете более самобытной. Вы станете меньше, как бы, находиться в зависимости от него в этом плане. И Вы сможете вести себя, как человек, не только как его девушка, но как женщина, как человек, который думает о себе. Далее. Мужчине нужно постоянно свою женщину завоевывать. Когда Вы ушли, Вы, конечно, показали ему безнадежность того, что Вас можно завоевать. Хотя, с другой стороны, непонятно почему, когда Вы ушли, мужчина не пытался Вас свернуть. Или, если пытался, то, может быть, тогда Вы что-то говорили ему, тогда Вы как-то его отталкивали. И, может быть, именно это его раздражает. Но это входит в мой вопрос, который я задавал ранее. Вам нужно понять следующее. Очень важно, чтобы Вы не уходили. Но чтобы Вы сказали ему четко, что да, Вы ушли тогда, но Вы вернулись, Вы поняли, что Вы хотите быть с ним, но Вы не собираетесь ради него жертвовать собой. И Вы не собираетесь делать для него все и постоянно оправдываться. То, что Вы хотите быть с ним, этого достаточно, чтобы Ваши отношения были. Если Вы постоянно наглядывается в прошлое, если Вы постоянно сомневаетесь в себе, в том, что он для Вас важен, это его проблема, Вы в его проблеме участвовать не собираетесь, и готовы подождать, пока он смирится с тем, что какое-то время Вы не были вместе, но все равно в итоге Вы решили быть с ним. Если он с этим не смирится, Вы будете от него отдаляться. И все. По сути, больше выбора в том, что делать, у Вас нет. Нельзя заставить человека перестать что-то делать, если он этого не хочет. А заставить человека сделать что-то, можно только дав ему соответствующий стимул. Этот стимул как раз таки играется в том, чтобы показать ему свою независимость. Этот стимул как раз таки играется в том, чтобы дать понять мужчине, что Вы уже сделали все, что в Ваших силах. Что Вы считаете и понимаете бессмысленным постоянным оправданием, бессмысленным перетиранием одного и того же. Что вот то, что было. Но то, что было, это уже случилось. Спросите мужчину прямо, готов ли он с Вами продолжать отношения или нет? Готов ли он с Вами быть, не оглядываясь на прошлое? Готов ли он с Вами забыть то, что было раньше, иначе все с чистого листа? Если он любит Вас, он готов. Если не любит, значит не готов. А может быть, ему нужно время. И тогда скажите ему, что, если он не знает, если ему на время подумает, но Вы не будете ждать его вечно. Потому что Вы человек, у Вас есть своя интереса. Очень сильно поведение Вашего мужчины похоже на манипуляцию. То есть, у Вас были отношения, мужчина к Вам привык, привык, что Вы его, тут Вы уходите. Для мужчины это шок. Мужчина испытывает очень сильное унижение, потому что Вы ушли от него, а он привык, что Вы только его. И теперь, когда Вы вернулись, мужчина пытается намерно Вас к тебе привязать. И вот это неправильно с его стороны. Это эгоистично с его стороны привязывать Вас на зонатку. И это манипулирование. Манипулирование это когда цели одного человека ставится выше цели другого человека. Вот и подумайте, кому выгодна вся эта ситуация. Вы для мужчины все делаете? Делаете. Вы для мужчины меняетесь? Меняетесь. Значит, кому выгодно? Ему. А почему же, почему же это выгодно ему, но не выгодно Вам? Как он допускает то, что что-то выгодно ему, но не выгодно Вам? Вот об этом надо подумать. Никакое предательство, тем более, что Вы как бы его и не предавали, Вы действовали в расчете на свои чувства, и это нормально человеку, это надо побыть без другого, чтобы обознать свои чувства. Вы, никакое предательство, никакое поведение не оправдывает манипуляцию и установку своих целей вычислить в цели другого человека. Никакое поведение не оправдывает, по сути дела, использование и манипулирование другим человеком. Это гораздо страшнее. И вот это нужно пресечь. Подозреваю, что Вы сами опосредовали такое поведение в стране мужчины, подозреваю, что Вы сами стали его причиной, но тем не менее, сейчас Вам нужно похватиться, в большей степени думать о себе, установить свои личные границы, показать мужчине, что Вы не готовы постоянно оправдываться и постоянно плечать перед ним, и вместо тем проговаривать с ним раз за разом то, что Вы волнует, дабы мужчина выговорил, дабы мужчина выразил все свои чувства Вам, все свои негативные эмоции, и Вам. Тогда, когда он их все выразит, когда он их все выплеснет, может быть, Вы сможете жить дальше. Если это не получится, тогда только то, что я Вам говорил. Вот примерно так Вам стоит себя вести, примерно именно в таких направлениях Вам нужно двигаться. На этом все. Надеюсь, что помог Вам. Дополнительные вопросы можете задавать в чате, я на них отвечу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok